На макеваре делаются два типа работы. Первый тип работы – это чистая набивка, вот эта вот поддержка, как и сзади. Значит, если чистая набивка выполняется, то вы набиваете, вы не пробиваете макевар. У нас ось, она ось идет только сюда, по поверхности, сюда заколачивает. Сброс силы идет именно сюда. Если же постановка, значит, удара, то вот эта часть макевара должна пробита быть вот до этой. Это 15-20 сантиметров, это толщина тела человека, чтобы добить до внутренних органов. То есть, если вы макевар пробиваете на глубину, вот так, то вы это гарантированно не просто по пузу щелкнете ему, если особенно у него там сало, да, а вы ему просадите до внутренних органов, до всех. Если по голове, то это то же самое, просто голову собьется с плеч, что называется. То есть, удар будет реально сильный. Значит, выстраивается жесткость, со спущей механизма вот этого крепления. Вернее, это подъемы жесткости. То есть, если вот опустить на самый низ, то ее можно будет дожать, что называется, да. Сейчас вот эта вот она выставлена, ну, где-то килограмм на 300, наверное, где-то вот так вот. То есть, чтобы ее добить, да, это надо 300, если положить ее на пол, вот сюда 300 килограмм положить, она, наверное, додается до конца. Вот так вот. Вот. Значит, она, в общем, суть в том, что поломать ее невозможно. Макевары Ширейдо ломают люди, Сергей Николаевич ломает Макевары Ширейдо, знаете, фирма, да? Она на пол крепится, такая, видите, доску, да? Вот Федоришина работает на ней, на видео, да? Вот она, в принципе, если пробивать удар туда, насквозь, вот так, она, то есть, ее можно поломать. Вот это вот, что стоит, это вообще просто поломать. Я ее попробую, она сломается так. Вот. Эту сломать невозможно. У нее специально проклеенный боек, здесь видите, сколько дощечек идет. Целая куча дощечек. И, в смысле, волокна, скажем так, у них, они расположены не в одной направленности, а в разной. Это дает упругость дополнительную. И если даже выставить жесткость, что называется, аж до верха поднять, если найдется мамонт, который, скажем так, ударит со всей силы туда, да я принимал, не снял. Вот. Он ее не поломает еще почему? Очень важный момент, да, конструктивный. Дело в том, что она перегибается не в том месте, где вот эта штука. То есть, если вот эта низка находится, вот эта вещь, она будет перегибаться на нем. Но если поднять вот что-то высоко, она перегибаться будет все равно в середине. Вы понимаете, да, с этой идеей. То есть, она вокруг нее будет выгибаться. И то есть, просто меняется рычаг, а, значит, на слом это не влияет как бы никак. Она все равно выгибаться будет по точно той же конструкции, как вот если вот ее просто согнуть. То есть, сколько бы ни подняли, она будет все равно выгибаться в одном и том же месте. Поэтому поломать ее просто нельзя. А жесткость ее настроена так, что она согнуться может даже дальше бойка. Поэтому, если она просто по бойку попадает, ну, подбойнику попадает постоянно, она не сломается никогда. Если бы он здесь был, она, возможно, полопнула еще. Но вот это расстояние, оно четко вымерено, поэтому это невозможно поломать. Дело в том, что почему бы именно такой конструкции пришли? У меня ребята занимаются очень долго на макеварах многие. Я давно уже эту штуку придумал, и именно такую вот. Так что конструктивно подобных вещей-то полно, как самопальных делают. Здесь-то именно все замерено по жесткости и по размерам, по всем. Поэтому очень хорошо она подходит об этом всем. И вот именно кто-то мне задавал вопрос, а боксерам ли подходит она, да? То есть можно ли, вот у меня, типа, движок боксерский, как они на макеваре работают? Или это для каратистов только, кто-то мне на форуме написал, я не помню. На самом деле боксеры вот у меня, у меня в основном одни боксеры занимаются. Они на макевару приходят удар вставить, как раз. И у них очень удачно получается. Почему? Потому что они, в отличие от зашоренных каратэков, хотя я сам каратэ занимаюсь 22 года, да? Они очень быстро понимают, что макевару стоит пробивать туда далеко. У них удар уже поставлен именно на глубину. То есть они не щелкают по ней, а пробивают ее сам тучи. Им надо просто скорректировать точку кема, так называемую. То есть вынести ее за пределы бойка сюда. Вот сейчас я расскажу, это очень, в общем-то, момент важный. Дело в том, что вот когда становится на макевару человек работать, да? Если он делает только набивку, он меряет, ну, там, сюда, встал, померил, вот он до нее достается, да? И он начинает в это место, значит, удар наносит, наносит удар таким образом, таким образом удар наносит, так и он наносит, вопли. И он затапливает, в общем-то, кулак на глубину, ну, сколько там, сантиметр, наверное, всего лишь. Если это делать по жесткой доске, вот по такой, например, да, и вот здесь вот останавливать, вы просто почувствуете, что если, значит, останавливать кулак вот прямо на поверхности, у вас отдача получается очень жесткая, вот прямо, больно руку, да, что называется. Если же туда бить не вот так вот, а вот так, забивать, вообще ничего не чувствуется. То есть вы туда заносите, и она вам не возвращает, весь удар топится туда. И это очень часто можно видеть, когда приходит экзамен, ребята, сдать, они берут там доски, а доски не били никогда, они боятся по ним бить, они по поверхности, хлоп, ай, за руку-то больно. И приходит другой, который никогда ничем не занимался, насквозь так и все. Почему? Потому что первый по поверхности лупит, и он все расшибает руку. Второй лупит насквозь, и он ничего не чувствует, она транзитом проходит у него рука. Она просто лупает. Вот это вот, и вот эта макевара, она позволяет делать и то, и другое. Если вы набивку поверхностную делаете, вы колотите по поверхности макевары, и она возвращает вам, вот именно за счет упругих свойств, она возвращает вам это назад, не травмируя ваши руки. И вы набиваете поверхность. Если же вы ставите поглубже сам удар, вы начинаете пробивать ее, уже добиваете до туда. И вы уже не набивкой как таковой занимаетесь, да, поверхности, а вы ставите все приемы. Это две разные вещи, которые на макеваре работаются. В идеале они потом будут сочетаться, когда у вас уже рука закаленная станет, резинку можно будет снять, но я не снимаю никогда, я всю жизнь работаю. Это резинность такой. Вот. И когда вы пробиваете, ну, боек насквозь уже, то получается что? Что вы на самом деле уже сам удар наносите. Не по бойку, а вот по этой части. А эта часть, она просто мешает вам дойти до туда. Это сопротивление ткани человека, вот это вот сопротивление ткани человека, чтобы достать ему практически до позвоночника. Понимаете идею, нет? То есть, фактически, вы вот эту часть видеть не должны, это как туман, это передняя стенка живота. А ваша мишень, это позвоночник. И вы эту часть должны пройти именно, и не по ней щелкнуть. Это вы щелкнете человеку по животу, и у него синяк на пузе будет. Вот. У него будет на пузе синяк. А органы вы ему не повредите. Хорошо, если это тоще будет, да, по ребрам дали он растает. А если это как я, вот я не тоще, да, то пробить очень тяжело. Вот сильный удар. Вот ударь. Да. И сильнее бы. Еще сильнее. Да, сколько месяцев. Вот так вот, понимаете? Потому что ударь, если на пиваре поработаешь, месяца щепит, то мне сломаешь ребра. Просто я знаю, что вы не работаете, никто на это. Поэтому я практически в любом сейчас могу подставить. Я знаю, что я его выдержу спокойно. Если кто-то захочет мне подставить, смогу показать. Да. Вот. Потому что у меня ребята, кто занимается, они по 600, по 800 килограмм выбивают. Некоторые. За год до 500 доходят все. Даже те, кто весит по 70 килограмм. Вот. Просто методика есть, ребят, как это сделать. Вот. Но это именно постановка приема. Кстати, постановка приема. Мне вопросы задают очень часто, говорит, вот Михаил Ильич, а вы это самое показываете, там иногда в шингарде работаете на макеваре. Что это у вас перчатка-то на руке? Ну, если вы можете видеть, даже ролик у меня, наверное, есть. Я говорю, ребят, если вы ставите сам удар туда, глубоко, глубоко ударствовать, то если ваша рука не подготовлена, ну, нет закалки на руке, если вы это глубоко будете пробивать, вы ударите 20-25 раз, и вы собьете себе кожу. Кстати, вот это, то, что Сергей Николаевич говорил, это мороз. Я даже не заметил, как это произошло. Я уже пришел домой, а у меня пузырь. То есть это, ну, уже появился через где-то час. Видимо, что-то все. Вот. Пришлось усыдить. Так вот, значит, с мочем остановился. А, что если руки не набиты хорошо, вы по макеваре пробивной сам удар поставить, ну, вот не сможете никогда. И вы всю жизнь будете по ней бить вот так. Вот так тихонечко колотите, колотить. В итоге что у вас будет? У вас чисто поверхностные слои закаляться будут, но удар вы не поставите никогда. Вы так и будете по поверхности лупить, вот, ну, говорил я, и все распространяться на поверхности тела человека. По голове этого хватит. Потому что голову сместить надо на миллиметр. Чпока готова. Но если вы хотите пробивать ребра, ломать спокойно, да, там, человек, для этого, конечно, сам удар поставлен должен быть именно на глубину хорошо вообще. Вот. И в итоге удара у вас никогда сильного не будет. А хочется ведь удар иметь, да? И поэтому даже на том этапе, когда вы еще только набивкой рук занимаетесь, только набивкой. Вот вы набивочку поделали, кстати, скоро ролик у меня появится на форме, я ее, ну, положил. Вот вы набивочку поделали, обязательно взяли перчатку, надели, чтобы рука защищена была. И уже на пробивной момент поработали. Почему? Потому что голой рукой вы на пробивной не поработаете. Вы просто собьете руку и не будете работать потом неделю, две, три. Ну, пока заживется это дело. Поэтому шингарду пользоваться надо. Только файтерские перчатки надо брать. Именно такие, которые, где пальцы раздельны. А не такие, как это, боксерские перчатки. Вот, варежки, не надо. Не надо брать такие, где пальцы раздельны. Это более правильно формирует кулак ваш. И что получается? Вы правильно и косточки ставите. Понимаете? Потому что перчатки, особенно если вы еще руку забинтуете, как бог на душу положить, когда ко мне боксеры приходят, до них из Гелара поначалу кинева чем. То есть они, я вам говорю, голой рукой работают. Они начинают бить. Они забинтованы. И в итоге получается, хрен знает чем Гелару приходит. Потому что, когда рука хорошо промотана, она как бы... Мы так. И он бьет любым местом. Встал или это боковой, например. Хлоп. И он фактически раз и пальцем, вот прям боком может угарить. Или я тебе в костяне как-то там, где попасть. Здесь же на макеваре приходится угол-то выбирать такой, чтобы вставали те костяшки, именно так, как надо. То есть обязательно теми местами, которые не надо. Снизу ли работаешь. То есть обязательно костики должны встать, так как надо. Тут уже нельзя варьировать кулаком. Но это, на самом деле, это дает именно положительный момент. Вы в итоге будете ставить кулак по голове, противнику в тело, именно теми частями, которые им надо. Его не поломает, если никогда кулак. Вот. Значит, дальше. Что касается набивки. Что касается набивки. Как там макеваре набивка делается и вообще как сам комплексно кулак готовить. Дело в том, что очень многие рассматривают подготовку кулака. Это как встал, да? На биночке. Поделал, поделал. Вроде кожа мозольки появилась, там все такое проще. На самом деле кулак, может быть, там и залил. Такой вроде крепкий на них. А на самом деле попали по локту противник. Пант. И нахрен весь кулак разлетелся. Ну, брызги реально. Время хруст. Сочный такой, как арбуз лопнул. Хрусток и все. Или в лоб точно так же. И вроде кулак-то крепкий казался. И доски вроде даже человек ломал. А кулак поломал. Так вот почему происходит это? Дело в том, что кулак надо закреплять обязательно комплексно. То есть сам кулак, это не только костяшки кулака, а это еще прежде всего кости, запястья и пясти. Вот тут масса косточек находится. Мелких всяких разных. Вот. Это запястье, еще самое лучшее запястье на суставе. И предплечье. Потому что фиксируют вот эту конструкцию. Мышцы предплечья. Вот мышцы предплечья фиксируют. Да, так это надо работать. Вот они кулак и держат. Значит, угибатели и разгибатели пальцев. Это первое, что формирует кулак. Он говорит, а почему разгибатели? Вроде же надо только согнуть, чтобы кулак формировать. Дело в том, что вот вы представьте, как у вас там стоит опора. И вот ее растяжки в разные стороны тянут. Они вроде в разные стороны тянут, а в итоге у них одно свойство получается. Стабилизация. Совершенно верно. И когда мы мышцы напрягаем, кулака живут, то вот разгибатели пальцев, они находятся вот на этой поверхности предплечья. А те сгибают, которые на этой. Вот они работают. Ну, смотрите, вот я кулак сжал, и я садюсь вот сюда. Вот они работают. То есть разгибатели, они напрягаются тоже. Они стабилизируют кулак. Если бы они этого не сделали, то у меня кулак... Сделал бы вот так. Раз, и шел бы сюда. Они бы все вытянули сюда. Они стабилизируют. И поэтому прорабатывать надо и сгибатели, и разгибатели. Все вот эти мышцы, которые находятся между костями. Это сочерьячные мышцы, так называемые. Их... Вот над ними никто не работает в принципе вообще. А они именно... Я даже ролик вложу. Вот можно с помощью... Ну, я варю. На ютубе, да, ролик? Да-да-да. Ну ладно. Мы сейчас к этому вернемся. Просто я очень быстро говорю. Мы с Сергеем Николаевичем сейчас просто беседуем, что идем. Я бы вам с удовольствием очень долго все рассказывал. Вот. Значит, между пальцами вот здесь вот мышцы должны быть обязательно проработаны. Они компаундом таким, как бы заливкой бетонной, должны заполнить обязательно все пространства. И вы когда сжимаете кулак, эти мышцы напрягаются, они становятся толще при этом, и они дополнительно кулак делают жестким. Он у вас становится не рыхлым, этот кулак рыхлый, понятие. Когда два кулака сталкиваются, бум! И один кулак все готов, а другой остается цел. Вот это потому, что один кулак рыхлый, другой нет. И вот одной набивки, для этого мало. Набивка даст поверхностную закалку кортикального слоя костей, и там озолилось. И все, и больше ничего. Но этого очень мало, для того, чтобы реально бить сильным кулаком. Теперь дальше. Мы про эту часть остановились. Это пальцы, это кости запястья и пястья, а лучше запястный сустав. Вот если, скажем так, по макеваре набивочку просто делать, вот просто набивочку, вы никогда не сформируете крепкое запястье. Это макевара. Если вы на пробивной режим работаете, она позволяет вам сделать крепким запястье. Первую травму, которую получают люди, которые фанатично подходят именно к работе вот на подобного типа макеваря, они выламывают себе кисти. Потому что, что происходит? У них точка киме на поверхности. Они закрепощают руку именно в этот только миг, а потом они привыкли ее тут же расслаблять. То есть, такой бросок, щелчок, и готов. Это частая травма в боксе. Тоже боксер на улице. Хлоп, и сломался руку. И такой ходит. Здесь же получается, что вы начинаете продавливать ее, и чем вы ее дальше давите в ударе, тем она больше сопротивляется. И ваши мышцы учатся скоординировать свое напряжение так, чтобы компенсировать эту нагрузку. и на всем протяжении вашего приема у вас рука, она не в долю секунды стабилизирована, оказывается, а на всем протяжении. Причем, чем дальше, тем больше. И получается, что если вы в тело противника руку засуете, то на всем на протяжении этого приема у вас рука как лом. Но как вы только достали до конца, она может расслабиться. и у вас вот эти 20 сантиметров вы научитесь попадать, что если, например, устали противника бить, а он на вас шаг сделал, и вы его все равно пробили, у вас рука не заломится. Это частая вещь. Вот я защищался люблю на улице, как меня бьет противника, она ее раз, и он кулак сломался. То есть именно идти навстречу. Защит замечательно. Ну, это Сергей Николаевич это все показывает. То же самое, голову закрыл, раз и на нее он, раз и сломался руку. Если вы на макиване работаете... Лючик, да? Вы пили на гибкой, но только вы именно туда на пробив работаете. Вы себе кулак никогда не сломаете, он у вас не заломится. Но я сразу хочу предупредить, что если кто захочет, вот именно вот после того, как я это все говорю, на макиваре подобным образом работать, пробивать его там, все такое, не фанатейте именно сам сразу, чтобы макивару туда сам забить. Если вы себе руку вихнете хорошо, ладно, если она настроена такая легонечко-тихонечко, вы себе вихнете, попрыгаете вот так вот, и через 2 часа все пройдет. Если вы вот эту макивару пробивать сейчас будете до конца, если вы вот так вихнете руку, это месяца на 4 и у вас рука работать не будет нормально точно. Вы себе растянете все связки, в лучшем случае, а в кушанке сломаете все руки. Поэтому ставится, как говорится, самый минимум и начинается все это дело делать. Дальше. Вот что хочу сказать, чему значит учат еще эту макивару хорошо. И это, кстати, макивару.